Жители квартала Азовья в Приморском районе страдают от перебоев с электричеством. Свет отключается по 5-10 раз в день на разные промежутки времени. В мигающем режиме люди этих домов живут уже около месяца. Из-за постоянных перебоев отказывается работать бытовая техника. Проблема была где-то 3-4 дня, что вообще невозможно было включить никакую технику, даже телевизор невозможно было включить. Получается, включается компьютер. Сидим за компьютером, мы его включили. Он резко выключается, резко опять включается свет, опять начинает он загружаться. Опять он выключается, опять он загружается. В общем, таким образом компьютер показывает уже сбой в системе программной. Со временем бытовая техника не выдержала перепадов напряжения и стала ломаться. У нас в нашем доме конкретно, я знаю, полетели очень много холодильника у людей. Потому что мерцание вот этого света было просто даже минута не проходило. Включался, выключался, включался, выключался. С жалобой жители обратились в компанию, ответственную за электричество, ДТЭК. Сделали они это через своего председателя ОСМД. К нашему приезду она категорически отказалась общаться с прессой и отговаривала от этого соседей. Уверяясь, что якобы уже обратилась с городскими властями, те обещали помочь. А вот в городском совете уверяют, с проблемой не знакомы. В ДТЭК электросети нам сообщили, что сотрудник, ответственный за связи с прессой, сейчас в командировке, не готов дать комментарий. Однако после его возвращения обещали взять ситуацию на контроль. Дело в том, что мы сейчас в командировке, я за пределами Мариуполя. В отвратительном сервисе, за который приходится платить деньги, жители больше винят монополиста, который ничего не делает для улучшения своих услуг. У нас подстанция там находится, и они открыли эту подстанцию, и вы знаете, в ужасном состоянии. Еще при Советском Союзе, там когда-то что-то делалось, сейчас ДТЭК развалился на две компании, получается не той, получается не надо, не той. На Южном поселке то же самое. Света через день, выключают свет, то мигает, то вообще выключают. Они вовремя заплатят, сразу пеня, сразу штрафы. На данный момент проблема остается нерешенной, и судя по всему, жителям придется пожить с мигающей техникой еще какое-то время. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!